Я бы хотел, чтобы мы вместе с вами открыли книгу Иова. Кто плохо ориентируется в Библии, это страница 553 Ветхого Завета, книга Иова. Вот сегодня, если в целом посмотреть на наш город, на нашу страну, ну, не только на нашу страну, на общество в целом, ни для кого не секрет, что есть то, в чем так сильно нуждается каждый человек, большинство. Это покой в душе и в сердце, правда ведь? Это мир, это уверенность в завтрашнем дне, это радость. А ведь есть люди, которые живут состоятельно, а покоя этого не имеют. И много таких людей. И можно сделать вывод, что покой, он не зависит от того, на каком ты ездишь автомобиле, и сколько метров золотой цепи обмотало твое бренное тело, да? Не зависит. Покой не зависит от того, в каком магазине ты закупаешь продукты или одежду. Вот этот внутренний покой. Драгоценные мои, вот, наверное, многие люди бы сегодня готовы были огромные деньги отдать, огромное состояние, чтобы обрести внутри себя этот покой. И все-таки, когда люди не имеют этого покоя, что они делают? Мы видим, что винные лавки пользуются большим спросом. Почему? Почему люди не имеют покоя? По статистике, за 50 лет, за 30 лет, не за 50 лет в России, вот это взять и Советский Союз застало, умерло 30 миллионов человек от алкоголизма. Россия находится на втором месте по количеству самоубийств. Каждый год в России около 50 тысяч человек заканчивают жизнь самоубийством. Вы знаете, примерно 80 разводов приходится на 100 браков. Сегодня мы можем видеть некую агрессивность со стороны людей. Вот даже вы идете в магазин, автобус, маршрутка, соседи ваши, вот посмотрите в глаза людям, вот посмотрите, пожалуйста, что вы там увидите. А там боль, а там боль, там пустота. И человек очень часто спешит с работы домой, куда деть эту свою пустоту. Кто-то собирается в шумной компании, пьет алкоголь, кто-то является тихим алкоголиком, набирает пиво, как это вот распространено в Германии, в Европе, садится у телевизора и утопает там. Сегодня человек берет в руки сигарету, которая делает его наркоманом, да, зависимым от этой сигареты. И ты говоришь, зачем так часто выходишь? Да не то, что часто, вообще зачем ты куришь? Он говорит, да знаешь, как-то вот нервы, понервничал, не знаю, что делать. Вот уже даже по привычке я ее беру и иду это не делать. Драгоценные мои, кто-то сегодня пытается заглушить свою внутреннюю боль, набирая кучу дисков в магазинах, или сегодня это намного доступнее, скачивая в интернете какие-то фильмы, включая ТНТ и просто часами напролет человек находится там. Но по сути покоя он не получает. Драгоценные мои, покой, нужен покой. Сегодня я бы хотел вам показать из Божьего Слова, из Библии, где же Бог предлагает нам, в каком месте обрести покой. Вот мы посмотрим Иова, 22 главу, 21 стих. Сблизься же с Ним, с Ним, то есть с Богом, и будешь спокоен. Через это придет к тебе добро. Дорогие мои, сблизься с Ним. Вот я хотел бы сегодня вот сказать об этом, сблизься с Ним. Написано, и будешь спокоен. Драгоценные мои, я слышал, что на Западе, вот в Америке в частности, почти каждый человек имеет личного психолога, платит ему деньги, часто встречается с ним, беседует. Вы знаете, психолог ему дает какие-то наводящие вопросы, советы, которые помогают ему на день, на два, на неделю, и потом весь вот этот такой искусственный покой, он как мыльный пузырь лопается, и человеку становится опять плохо. Друзья, Слово Божье говорит, сблизься с Ним, и будешь спокоен. Через это придет к тебе добро. Мы, братья, сестры, сейчас говорим о неверующих людях, да, они нуждаются в покое, они не знают Господа и так далее. Но ведь бывает такое, что и среди церкви есть люди, которые не имеют внутри покоя. Почему? И вот кажется, ну, может быть, какая-то женщина верующая или мужчина бы сказал, но какой тут покой? Дети кричат, на работу надо, жена скажет, надо и этих помыть, и мужу приготовить, и туда бежать, и в детский сад, а у нас кредит надо оплачивать, и то, и пятое, и десятое. Да, о каком вы покое говорите? Но Библия сегодня говорит, сблизься с Ним, сблизься с Богом, и будешь спокоен. Через это придет к тебе добро. Друзья, нам необходима близость с Богом. Если взять наш день, вот с чего мы начинаем наш день? Вот просыпается женщина, верующая, утром, мужа надо собрать на работу, отправить мужа, детей, ну, нужно собрать в школу, кого в детский сад, нужно приготовить обед, убраться дома. И вы знаете, нередко бывает такое, проснулась женщина, и не помолилась, и не сблизилась с Богом, и не почитала Его Слово, и думает, ай, потом в обед, а в обед опять не получилось, опять дела. Надо идти детей забирать, кого садик, а кого школы, еще что-то нужно делать. Может быть, женщине самой нужно идти на работу, но, друзья, и потом этот человек смотрит на свою жизнь и думает, странные какие-то вещи. Вроде уверовал, вроде крестился, вроде о Боге что-то узнал, вроде бы я не пропускаю богослужений, но почему-то покоя нету, мира нету. Нам нужна близость с Богом. Нужна близость с Богом. Вы знаете, когда есть с Богом близость, то очень маленькая вероятность то, что человек, он будет роптать. Очень маленькая вероятность то, что человек, он будет недоволен. Очень маленькая вероятность то, что человек, он будет наполнен какой-то горечью или злобой. Потому что Слово Божие говорит, сблизься с Ним, и будешь спокоен. Драгоценные мои, бывает и такое, служит человек Господу, служит, какое бы ни нес служение, и вдруг получается однажды так, что он становится настолько занят, репетиции, евангелизации, социальные проекты, встречи, разговоры, там туда поехали, туда пошли, это сделали, и где-то тебе кажется, слушай, ну я такой занятый, я такой вот задействованный в церкви, я так много делаю, но вдруг потом раз, и странные какие-то происходят вещи. Вроде бы ты везде, а покоя у тебя нет. Вроде бы ты делаешь, служишь, бегаешь для кого-то, а покоя у тебя нет. Знаете почему? Потому что никогда нельзя заменить служение близостью с Богом. Нельзя. Нам нужна близость с Богом. Нам нужна с Ним вот эта тесная связь. Тогда будет покой, тогда будет мир. Вы знаете, что написано в Слове Божьем, что только в Боге успокаивается душа моя. Где успокоится душа? В рюмке? В сигарете? В сериале? Еще в чем-то? Близость с Богом нужна. Только в Боге успокаивайся душа моя. В Библии еще написаны такие слова, изливай пред Богом сердце, потому что Бог нам прибежище. Как понять, изливать перед Богом сердце? А вот что-то наболело, накипело, с кем-то отношения испортились. Может в семье, может с детьми, может с родителями, может как-то не заладилось на работе, может просто внутри какие-то вот трудности. Что делать? Написано перед Богом, излей свое сердце. Как понять, излей? А ты все Ему расскажи. Все Ему расскажи. Ему есть до тебя дело, потому что Он любит тебя. Он твой Отец. Он вникает во все дела сынов человеческих. И Он ждет, когда мы придем к Нему и откроем Ему свои нужды. И когда мы и зальем перед Ним свое сердце. Он ожидает этого. Дорогие мои, беспокойство – это отсутствие покоя. А что такое вот беспокойство? Мы уже об этом говорили. Это когда вот одно на одно. Это когда одно на одно. Долги, кредиты, проблемы в семье, то, то. И вы знаете, это как стены, которые сдавливают тебя внутри. Это как плита, которая просто вот ложится на тебя, и ты не знаешь, что делать. А что делать? А позвоню этой сестре. А позвоню этой сестре. Ну, это хорошо, что ты ищешь поддержки и просишь кого-то, чтобы за тебя молились. Но Библия говорит – сблизься с Ним. Сблизься с Ним. Там ты найдешь покой. Там ты найдешь мир. У подножья Голговского креста. Там, где порнзенные руки Иисуса обнимут тебя и подарят тебе великое утешение. Аминь. В Библии есть такое слово, написано – утешайся Господом. И Он исполнит желание сердца твоего. Вы знаете, бывают порой нужды, невосполненные в нашей жизни, или желания, неисполненные. Они порой приносят в наше сердце какое-то беспокойство, какой-то страх, какую-то тревогу. Что делать с этими нуждами? Написано – утешайся Господом. И Он исполнит желание сердца твоего. Древний еврейский перевод так говорит – наслаждайся Господом. Наслаждайся. Проводи с Ним время. Проводи с Ним время. Открывай Ему свое сердце. Я скажу, как было в моей жизни. Вот поеду туда, с кем-то поговорю, послужу. Поеду туда, попросят за здоровье помолиться. Туда, там где-то с братьями встретимся, вместе помолимся. Там, там. Вы знаете, а вечером домой приезжаю, а я пустой. Странно как-то вроде, там молились, там молились, там я за кого-то молился. Там мы где-то в кружок встали вместе с христианами, помолились. А внутри почему-то пусто. Вы знаете, есть огромная разница, когда ты молишься за кого-то, или когда ты с Ним один на один проводишь время. Есть огромная разница, когда ты молишься в обществе. Это хорошо, такие молитвы нужны. Когда говорят, братья и сестры, давайте молиться за то, за то, за то. И мы об этом молимся. Но мы никогда не должны убрать из своей жизни то время, когда мы проводим наедине время с Иисусом Христом. Когда мы открываем перед Ним сердце. Когда мы Ему благодарим, когда мы молчим в Его присутствии. Когда мы утешаемся им и находим в Нем этот покой. Аллилуйя! Братья и сестры, мы нуждаемся в этом покое. Почему порой человеку сложно услышать голос Божий? Знаете, почему? Как написано в Библии, он говорит в тихом веянии ветра. Порой очень сложно его услышать, потому что вот душа нагружена страхами, беспокойствами, переживаниями, тяжестью какой-то и так далее. Но сегодня Библия нам говорит, сблизься же с Ним и будешь спокоен. Я бы хотел последнее место прочитать и буду заканчивать на этом. Это послание филиппийцам, 4 глава. Давайте мы откроем вместе. Послание филиппийцам, 4 глава. Хотел бы прочитать с вами с шестого стиха. Слово «не заботьтесь» здесь обозначает «не беспокойтесь». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Это слово к христианам. Не беспокойтесь ни о чем. Какие бы ни были ситуации, ни о чем не беспокойтесь. Но написано всегда, братья и сестры, всегда в молитве и в прошении с благодарением свои желания перед Богом открывайте. Сестры и братья, открывайте свои желания перед Богом. И знаете, что тогда будет? Написано «Мир Божий сохранит твой разум и твое сердце во Христе Иисусе». Как нам нужен этот драгоценный мир в наших мыслях и в нашем сердце? Тогда и в семье отношения легко строить с женой или с мужем. Правда ведь? Когда есть мир. Тогда и детей воспитывать удается лучше. А когда нет этого мира, ребенок что-то делает не так, накричал, отлупил его, в угол толкнул. Почему? Мира нету. Ребенок тут ни при чем. Мира нету. Надо бы с кем-то вроде поговорить, решить какой-то вопрос. А ты весь внутри заведенный, как натянутая струна, как будто бы вот коснись тебя и ты взорвешься весь. Почему? А вот это беспокойство. А вот это тяжесть внутри. Но Библия говорит, открывай свои желания перед Богом. Вот просто все, что есть в твоем сердце. Может быть, вот какая-то боль такая, и тебя не может понять человек. Он не может вот вникнуть до конца в то, что ты переживаешь. Перед Богом открой свое сердце. Он подаст свой мир. Он подаст свое утешение и благословение. Аминь. Я бы, братья и сестры, хотел бы коротко помолиться с вами вместе. Давайте мы поднимемся. Сегодня Слово Божие нам говорит сблизься с Ним. Я сегодня, дорогой мой брат, дорогая сестра, хочу тебе сегодня сказать, сблизься с Господом. Он тебя очень сильно любит. Он очень сильно желает тебя обнять. Он очень сильно желает, чтобы ты вот эту боль не пытался сам нести, не пытался сам решать. Отдай, Он твой Отец. Он думает о тебе. Он печется о тебе. Он желает тебя поддержать. Он желает тебя возвысить. Он желает благословить тебя. Мы будем молиться. Господь Иисус Христос. Господь Иисус Христос.